Давай уже отбросим все эти формальности и перейдем на ты, окей? Приходилось тебе когда-нибудь слышать такие слова, типа «У нас весь первый тир в команде, а мы все равно проиграли, что за тупая игра?» Уверен, что приходилось. Да и что греха таить, возможно, ты и сам это произносил. Все в порядке, я сам бывало так ругался. Давай же разберемся, что такое мета, потому что многие игроки очень сильно заблуждаются на этот счет. Во-первых, мета — это не просто набор якобы самых крутых героев. Мета — это совокупность знаний об игре в целом. Она позволяет найти ответы на вопросы в той или иной ситуации. В то же время, никто не дает гарантии, что эти ответы будут единственно верными. Составы команд, тактики на картах, стили игры на конкретном герое и даже выброс кино и граффити — это все мета. И попрошу заметить, сама по себе игра здесь не при чем. Игра не создает мету, ее создают сами игроки. Поэтому я считаю, что будет справедливым прийти к выводу, что мета ну никак не может быть первопричиной поражений. Во-вторых, нет единственно верной меты. Как мы уже выяснили с предыдущего пункта, мета создается игроками, а значит автоматически становится субъективным знанием, ибо в качестве подтверждения имеет лишь частные случаи. Здесь еще хочется ввести такие понятия, как здоровая и нездоровая мета. Под здоровой метой понимается ситуация, когда любому игровому действию можно найти равное противодействие. И, пожалуйста, не нужно приписывать сюда законы Ньютона и философские постулаты. Я говорю о ситуации, когда любой состав героев может быть переигран другим составом, а состав победитель также может быть переигран уже другим составом, и цепочку эту можно продолжать до бесконечности. Именно здоровая мета дает игре возможность держаться на плаву, благодаря своей реиграбельности и уникальности каждого матча. Нездоровая же мета часто встречается в третисортных проектах, собранных на коленке. Игра, которая не будет давать простор в действиях, обречена на провал. Ах, опять меня понесло. Так вот, в Ходси нет меты, которая позволяет получить стопроцентный винрейт. Да, в игре есть герои, которые преобладают над другими, но слабые стороны есть у всех, и зная этот факт, ты будешь иметь преимущество над теми, кто слепо следует метагеймингу. В-третьих, мета — это лишь инструмент. Вот есть два человека. Перед ними лежит один и тот же молоток. Они оба хотят построить дом. Первый возьмет молоток в руки, постучит по доске, поймет, что это ни к чему не приводит, и будет всем говорить, что это молоток виноват. Второй же возьмет молоток и положит его в свою сумку с другими инструментами, потому что он знает, что одним молотком в строительстве не обойтись. Самый банальный пример, но наиболее точно показывает нынешнюю ситуацию в игре. Сколько я повстречал людей, которые свои поражения списывали на то, что «Пикают всякое дерьмо, извините за выражение, эх, видите ли, тащить должен». Или «Ну не метовый пик, что поделать, у нас не было шанса». Это как раз те молодцы, которые пытались одним молотком сколотить себе избу. Если ты узнал в этом портрете себя, то не пугайся, еще все можно исправить. То, что ты уже дошел до этого момента видео, говорит о том, что ты признаешь свои ошибки, а это главное. Уясни то, что знание меты – это лишь один инструмент из огромного множества, которыми нужно уметь пользоваться, чтобы побеждать. Это и механические навыки, и аналитические навыки, и даже банальное знание основных механик. Мы рассмотрим это более конкретно, но не в рамках данного ролика. Так, о чем это я? А, да, мета. В 90% своих поражений виноват лишь ты. Я уже вижу, как твоя рука тянется кликнуть на дизлайк, но погоди. Неужели ты не понимаешь, что в попытках обвинить тиммейтов в тупости и том, что они не следуют мете, ты снимаешь ответственность самого себя? Сосредоточься на своей игре, и я даю тебе гарантию, что количество твоих побед возрастет. Забудь о том, что мета – это главное в игре. А теперь иди и побеждай, потом расскажешь мне, как все прошло. Ну и не забудь подписаться и лайк поставить, само собой. Успехов!